О, наверху, чё-чё происходит? Ну-ка, покажи. О, господи! Медведомопс! Ты такой страшный, ёлки-палки! Так много медведомопсов! Я должна добраться до храма и найти жрецов! Это меня не бей! Привет, ребятушки! С вами Лёха Протон. Посмотрим одну очень интересную, на мой взгляд, инди-игрушку. Называется она Smoke and Sacrifice. Дым и жертва. От разработчика игр Solar Sales Games. Это первая и единственная пока что их игра. Она вышла 31 мая 2018 года. Поэтому наушники на голову, устраиваемся поудобнее. Погнали! Сати, разве ты не слышишь колокола? На сегодня хватит! Разве ты не хочешь увидеть своего сына перед обрядом? Какой обряд? Конечно хочу, но... Вот это правильно. Пойдём, вернёмся в деревню. Жду не дождусь. Какой обряд? Чё за обряд такой? Я в описании читал, что она пожертвовала своим сыном. Найдите свой дом и заберите своего сына Лио. Хорошо, давай найдём. Так, как тут перемещаться? Ага. ВСАД перемещение. Понял. Поселы. А ты их можешь собирать? Если бы не солнечное дерево, ничего бы не росло. Какое солнечное дерево? Что это так? Ух ты! Нифига себе! Хе-хе! Это у вас... Что такое? Солнечная ветвь. А с тобой что-нибудь можно сделать? Чё там было? Это солнечные ветви. Часть солнечного дерева, которая защищает всех нас. От чего защищает? А это что такое? Клевер какой-то, да? А как их можно брать? Слушай, я не понимаю. Ну ладно. Короче, мы играем за девчонку, которая собирает непонятные травы. Мужик. Житель деревни. Кстати, где твой парнишка? Спит дома? Жаль, что он пропустит всё восхищение ритуального дня. Восхищение ритуального дня. А ты кто такая? Не забудь поговорить с отцом-телемаком перед началом обряда. Отец-телемак. Ладно, спасибо, что сказала. Ты мне что скажешь, девушка? Кстати, где твой парнишка? Спит дома? Жаль, что он пропустит всё восхищение ритуального дня. А, понятно. Вы тут больше ничего не говорите, да? Вот ты у неё что скажешь? Ага, с отцом-телемаком. Короче, у них тут две реплики на всех чуваков. Ну, пойдём искать свой дом. Чё ещё делать, да? Солнечная ветвь. Поначалу вообще непонятно, что тут нужно делать. Воу. А почему тут зелено, а тут это самое? Ааа, чё за фигня? Ааа, прыгай! Ааа, уходи скорее! Нет! Ааа! Ооо, я тебя понял. Сюда больше не заходим. Смотри, там какие... Ааа! Я просто хотел посмотреть. Вот тут слева какие-то обломки. Может, их можно было взять? Надеть какие-нибудь противоморозные сапоги. Это же мороз был, да? Вот. Пойдём искать свой дом. Ооо! Это шо, як? Смотри, какую прикольная рисовка, а? Разработчики писали, что они нарисовали всю эту игру вручную. Прикинь, фон ручной. Звери ручные. Персонажи. Всё нарисовано вручную. Я преклоняюсь перед такими людьми. Прям молодцы, ребята. Я бы никогда такого не нарисовал. Конечно, у них крутой дизайнер. Это мой дом, что ли? Похоже на какую-то халупу. Хороший дом, но не мой. Рядом с моим домом находится красное святилище. Ага. А это что? Святилище. Красное. Эти святилища строят в честь детей, которым предстоит пройти обряд. Обряд. Наверное, обряд посвящения. Мальчик, ты мне что-нибудь скажешь? Привет, Саки. Отправляешься на обряд? Жаль, что мне нельзя. У них тут святилище. Слушай, это как в Таиланде. Перед каким-то домом или магазином стоит домик для духов. Это они и есть? Нет? Говорит, красное святилище. А вот он. Наконец-то я дошёл. О, так. С ней надо поговорить. Да, давай. Сати, вот где ты. Элио только что проснулся. Он весь день хорошо себя вёл, но теперь хочет к маме. Он ждёт тебя дома. Думаю, ты прекрасно это слышишь. Конечно, слышу. Так. Ты что-то ещё мне скажешь? Супай, Сати. Слышишь, как кричит твой малыш? Слышу, слышу. Дом Сати. Наконец-то я его нашёл. Давай зайдём. А, тут младенец. Совсем маленький. Ну, смотри, заулыбался сразу. Ага. Вот ты где. Как спалось? Хорошо. О, Лио. Я знаю, это к лучшему. Но как это сделать? Что сделать? Что сделать-то? Медвежонок? Поджи. Любимая игрушка Лио. Я думаю, она ему больше не понадобится. Как это не понадобится? Ты ему купишь новую игрушку. Вот так лучше, не так ли? Ты не кричал бы так, если бы знал, какая радость ждёт тебя сегодня вечером. Сати, отец Телемак ждёт тебя у солнечного древа. Воу. Ничего себе, отец Телемак. Ну, пойдём к Телемаку. А тут что-нибудь пожрать можно, нет? Нельзя, ладно. Отец Телемак. Подожди, а это что такое? Какие-то благовония. Слушай, тут смесь какой-то буддизма и стимпанка. Привет, мужик. Отец Телемак. А, ты готова начать обряд? Хорошо. Я прошу отца Смоузерка собрать общину. Ха, фига у них маски. Напоминают мне маски чуваков из Dying Light, The Following. Вот там у них такие же маски были. Ну, почти такие же. Чё это с ними? Смотри-ка, рожа у этого, а. Он похож на чувака из Borderlands, который с двух пулемётов стреляет при своём супере. Чё случилось? Куда мне идти надо, нет? С тобой поговорить надо? Отец Смоузек. А вот это кто? Отец Мордук. О, ну-ка, чё мне скажешь? В прежние времена дитя сначала представало перед лицом собрания. Однако сегодня такой не практикуется. Просто подай сигнал отцу Телемаку, и он сделает всё необходимое. Хорошо, а ты кто такой? Служитель солнечного древа. Чё-нибудь мне скажешь? Да благослови тебя, солнечное древо. И ты мне такое же скажешь, да? Приветствую тебя, просительница. Ослабим солнечное древо. Ладно, ладно. Вы, короче, пришли посмотреть на какой-то обряд. Ну давай посмотрим, что за обряд. Служитель солнечное древо требует большей самоотдачи взамен на своё благословение. Хорошо. Так, отец Смоуз... А, с тобой надо поговорить. Давай Телемак. Готовы сойти? Очень хорошо. Тогда начнём. С одним чуваком я забыл поговорить. И снова собрались мы, окутанные теплом солнечного древа. И снова чтим мы его обрядов первенца. И в момент, когда его день снова тает в ночи, мы молим его. Да будет взгляд твой вечно обращён на нас. Да не поколеблется свет твой вовеки. Прими нашу жертву, и да не прекратят сплагословения твои. Сати, мать безымянного младенца, смиренно приноси его в дар. И отдаёт его тебе с благодарностью, благословением и любовью. Сати, когда будешь готова, положи, пожалуйста, младенца на алтарь. Ээээ... И чё будет? Давай вот с этим поговорим. Смоузек. А ты Смоузек. Когда солнце отняло у мира своё благословение, отступников постигли жестокие страдания. Солнечные древа выросли только там, где были собраны верные его, даря тем благоденствие. Но большая часть общин со временем отреклась от него и погибла. Только мы продолжаем жить, ибо мы всегда твёрдо держались традицией. Наши благословенные первенцы есть спасение всего человечества. Короче, у вас тут какая-то катастрофа произошла. И... Это солнечное древо, оно защищает вас от того мороза, да? Слушай, в натуре как в буддийском храме, а? Это солнечный. Солнечный побег. Что это? Солнечное древо получает экстракт через это приспособление. Это чё, какая-то пушка, что ли? Смотри. Какой-то электрический шприц. Хе-хе. О, прикольно. Нифига себе. Череп? А? Алтарь солнечного дыря. Подожди. А, тут вон оно как. Всё, да? Больше ничего нет. Ладно, давай. Чё надо сделать? Нажать на него? Положила. Прости меня, малыш. Э, а ты чё плачешь-то? Мы ж его не убиваем. Или убиваем. Ну, дематериализовал. Нифига себе. Телепортнул. Жертва принята. Солнечный цикл продолжается. Принося в дар это безымянное дитя мы проявляем нашу веру. О, великое солнечное древо! Да снизойдёт на нас твоё милостивое благословение. вот черт прикинь она своего ребенка по ходу дела пожертвовала от не знали что тебя зовут лиу разве нельзя было оставить ее хотя бы имя офигеть и чё и вы так всех детей приносите в жертву это что-то не круто вообще чё скажешь телемаг отважная работ юная леди благодаря обряда первенца наша община всегда процветает неизъяснима воли солнечного древ и чудны дары его и воистину чудны а мордук я ищу идеи для следующей проповеди знаешь обряд для моей маленькой афи проходил около двух лет назад некоторые говорят что имя данное перворожденному запятнает его судьбу но моя дорогая амалия и настоял на этом и я не мог ей отказать с того времени я много размышлял почему имя имеет такое значение неужели давай ребенку ими я наношу вред солнечному древу нет конечно же она дорожит каждым ребенком что приводят к нему офигеть ну-ка подумай над тем чтобы снова выйти замуж сайте твой долг исполнен и остальных детей ты сможешь растить самостоятельно благословенные солнечного древ гарантируют выживание нашей общины мы же в свою очередь должны выказать благодарность при умножая в числе а короче они всех своих первых детей приносят вот сюда чтобы их вот это хреновина дематериализовывала то есть расщепляла до молекул и теперь мне надо найти себе нового мужа вот это фокус шоке я здесь а ты кто такой мужик ты его знаешь а ну бегом к нему кто ты почему я раньше никогда не видела тебя я помню тебя довольно хорошо помню как ты сидела на плечах отца когда была маленькой я веду торговлю в этой деревне дольше чем ты живешь на свете дитя просто иногда мне нравится путешествовать путешествовать но ведь там за пределами деревни ничего нет как-то выживаешь медвимопсом это же как-то удается не так ли но это к делу не относится меня не было слишком долго многое изменилось и тем не менее все осталось по-прежнему дети выросли и еще одно поколение ушло в печали нет моя дорогая в слезах нет ничего плохого ты дала ему имя верно ли о я назвала его ли у хотя им было все равно хорошее имя для малыша которому не суждено вырасти не надо не плачь я не любитель подарков но все же возьми этот кулон это очень ценный предмет ведь ему предстоит освещать твой путь во мраке вложи в него свою материнскую любовь и сохранил в нем воспоминания о своем ли его но шрицы идут идут они блин все прошло гладко смоузык думал что с ней могут возникнуть проблемы никогда не знаешь чего от них ждать до добавишь мальчанки будет хорошо внизу мне он показаться немного хилым надеюсь мы не можешь позволить себя потерять слишком много о чём они говорили но они говорят так словно ли его все еще куда мирянам нельзя оставаться на территории храма в ночное время ты должна идти домой спать пожалуйста вернись деревню чё-то тут нечисто ух нечистивцы семь лет спустя кофигеть семь лет и так мужа и не нашла сайте разве ты не слышишь колокола на сегодня хватит хотя мне кажется немного рановато мы что уже отработали полный день подожди что происходит что это было только что был день а теперь ночь неужели солнечное древо покинула нас ладно давай решим что происходит а чё случилось девах ты знаешь что случилось наступил конец света нужно вернуться в деревню и посоветоваться жрецами чё-то пошло не так короче это механизм дал сбой видимо кто-то не следит за ним вот и получилось я никогда не видела чтобы они так мерцали что происходит я тоже так не видел дорогая моя это животное як он тут семь лет стоял даже яки выглядят напуганными вот это да чем не нравится в этой игре рисованная графика и вот эти вот диалоговые облачка как в комиксах помогите тревога медведом опсы напали на деревню медведом опсы наверное они увидели что солнечное древо ослабло сайте ты видела отца телемака или хотя бы отца смоузер к никто не знает где они и что делать просто постарайся организовать защиту его попробую их найти наверняка они в храме где им еще быть идите на северо-восток в храм чтобы найти старших жрецов избегайте медведом опсов а как них избегать а кто такие медведом опсы вы можете мне их показать сушить чё за звуки кого там бьют кого там хреначат медведом опсы где у наверху чет что происходит ну-ка покажи о господи медведом опс ты такой страшный елки-палки так много медведом опсов я должна я должна добраться до храма и найти жрецов мне еще шкалы здоровья нет ты меня не бей я бессмертная а почему вы тут в деревне ходите я чё-то не понял юмора он надо быстрее бежать отсюда не стоять подметать стоят подметает блин ну прикалываются что ли ты шо колокол раньше эти колокола созвали всех на молитву или поднимали всех по тревоге медведом опсы охренеть великанище а и мазила откуда вы взялись а медведом опсы вал этот сквозь туда же ход привет еще раз сайте давно не виделись семь лет прошло вообще-то опять ты ты правда любишь внезапно появляться из ниоткуда ты видел старших жрецов на нас напали ее заметил как всегда я очень во время отвечу на твой вопрос храм сейчас пуст никого из жрецов не видно самое подходящее время для разведки если любопытство тебя не чуждо даже если не найдешь там помощи может хоть парочку секретов раскроешь но если они не в храме где же они тогда хороший вопрос не так ли ты знаешь что обряд первенца далеко не то чем кажется сегодня наконец у тебя появилась возможность узнать больше возможно это твой шанс снова найти сына кто знает мудрый человек готов ко всему но и я не знаю возможно ли что он все еще жив столько времени прошло я думаю если есть шанс я должна им воспользоваться сначала мне нужно вернуться к своему светилищу и взять медвежонка поджи не знаю помнит ли его ли у но на всякий случай конечно конечно берегись медведом опсов заберите медвежонка поджи из светилища рядом с вашим домом хорошо побежали почему нельзя этого торговца было где-нибудь вот а черт оберзнул какой агрессивный медведом опс почему нельзя было этого торговца куда-нибудь в нужное место поставить например вот сюда правильно бейте его петь этого гада а где мой дом то елки-палки я не понимаю тут столько домов это не он это он да как мне найти той тут все красным как я найду этого ого-го ладно не выдумывай да ты чё где мой дом то елки-палки а вот нашел а где медвежонок-то и медведя это кукла а вот он поджи был любимой игрушкой ли у его присутствие меня почему-то успокаивает вернитесь чтобы продолжить исследовать храм странная какая-то линия сначала прибежать в храм потом от от храма к домику потом снова к храму храм пуст неужели тебе не интересно какие тайны он хранит сейчас узнаем спасибо дружочек непонятные наружности какие тайны он хранит где где тайны показывайте мне я хочу их хранить так мой кулон что происходит она сейчас туда телепорт ну круто он наконец-то у нас есть шкала жизни и теперь мы смертные дым и жертва вокруг сплошной камень и сверху тоже я что под землей это похоже на болото из старых книжек с картинками может здесь найдется хоть кто-нибудь кто объяснит мне где я сохранение отлично в дальнейшем вы сможете сохранять игру в терминале ну буровое болото буровое болото чтобы открыть журнал нажмите q нажимаю q журнал заданий расспросите местных жителей о своем сыне поговорите с местными жителям чтобы узнать что-нибудь об этом странном месте а это что пульт управления как пульт управления чем я не смогу воспользоваться пультом управления пока не найду способ разомкнуть эту цепь а это что сталагмит что ли опечаленные начинают и заканчивают работу по свистку это вот этот свисток это что такое сталагмиты или сталактиты нет сталактиты наверху а сталагмиты внизу воу это что такое честно сказать я не очень люблю всякие жужжащих тварей цикада фонарщица господи ведь что жар папоротник ты его берешь у его можно брать прикинь так а инвентарь на ай наверное точно нифига у нас слотов старый игрушечный медвежонок лио похоже на клетку плод жар папоротника клетку шелуха мы шелуху взяли не сам жар папоротник интересно давай еще возьмем они же все будут складироваться в одну да да точно складируются все в одну хорошо а эту штуку ну-ка я возьму ее нет она слишком быстрая видимо не предусмотрено чтобы убрать хорошо давай еще возьмем камень ты берешь не берешь чё такие страшные деревья то кислое дерево чуть упало ветка кислого дерева что она делает палка из древесины кислого дерева почему она кислая фига напинается да получи кислое дерево ты такое кислое давай короче собирать все подряд может что пригодится это что такое подожди кислое дерево клочок мха зеленый мягкий и впитывающий впитывающий чего воду влагу под я не совсем понимаю зачем я это делаю но полагаю если разработчики это сделали значит она у нам пригодится в когда-нибудь правильно правильно значит нужно что собрать нужно когда она нам пригодится нам придется кислофрукт нам придется тратить дополнительное время чтобы набирать а вот тут еще второй висит вот кислофруктик давай к возьмем что и такую восстанавливающие здоровье фрукт с жесткой корой слушай он похож на на зеленый фрукт который в таланде растет не помню это что такое в медуза какая-то полип чтобы атаковать нажмите r чтобы увернуться нажмите пробел нифига себе тут вот и чё делаешь нажмите р ну а дожди еще все и меня так а чё ты его не бьешь то ох ты блин а вот он как вот так убегаем ты там все здоровье что ли восстанавливаешь нету не восстанавливает тут короче боевка такая а блин такая боевка не очень ты умрешь блин сегодня а щупальцы полипа мозг полипа он разложился на части так подожди что-то из них может какую-нибудь кашу из них можно сделать посмотрим а щупальца полипа сильная эластичная и изначально принадлежащие полипу мозг полипа орган светящегося полипа съешьте его чтобы медленно восстановить здоровье а как его съесть а вон она как нажал на левую кнопку мыши и появилась вот это вот не давай пока не будем есть он нам еще пригодится а вот эту штуку можно ударить нельзя и ударить ладно так не будем отклоняться от курса то я потеряю где этот сохранял к и пульт управления тут принципе карта то есть он на м нажал и карта о такая такая себе карта так говоришь сохраняться тут можно давай я тогда сохранюсь сохранить сохранить игру существ будет перезаписано конечно вот сохранились это самое главное теперь пойдем дальше путешествовать это кто такой что посмотри еще киборг и и и и и Продолжение следует...